МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 79 детских садов России участвовали в конкурсе на предоставление дошкольным учреждениям грантов субсидий. В Москве подвели итоги. Три детских сада Чувашии получат 16 миллионов рублей из федерального бюджета. Какие детские сады победили, на что направят деньги и как обстоят дела в дошкольных учреждениях столицы, мы поговорим сегодня в программе «По существу». И у нас в гостях Елена Сахарова, замначальника управления образования администрации города Чебоксары. Елена Петровна, здравствуйте. Первый вопрос касается грантов для трех детских садов с Чувашии. Расскажите, какие детские сады их получили и на что они планируют их потратить? Впервые на таком уровне прошли гранты. Гранты от Министерства образования Российской Федерации. И очень было приятно, что принимали участие 79 лучших детских садов России. Победителями стали 13 детских садов. И из них два детских сада – это город Чебоксары. Детский сад номер 7 и детский сад номер 201. На что они планируют направить деньги? Эти гранты выделены в рамках субсидий для создания консультационных центров. То есть для детей раннего возраста и родителей, которые могут свободно прийти в детский сад и получить квалификационную помощь от логопедов, дефектологов, от психологов. Это дети, которые еще не посещают детские сады, но за счет вот этих вот консультаций они легко адаптируются и с желанием пойдут в детские сады. Все-таки на какой примерно возраст рассчитаны эти консультационные центры? На возраст от полутора лет и ранее. Потому что мы понимаем, что сейчас дети уже практически с двух и с двух с половиной лет находятся у нас в детских садах города Чебоксары. И поэтому сейчас наша категория родителей детей – это именно для детей раннего возраста. У нас есть даже опыт работы, который детки до года посещают консультационные центры. Они уже у нас работают на протяжении нескольких лет в этих садах, вот о которых мы говорим, седьмой и двести первой. И сейчас за счет этих грантов, которые они получат, около 14 миллионов, они улучшат свою материально-техническую базу, закупят самое современное и новейшее оборудование. И, конечно же, обучат в рамках этих денег, обучат своих педагогов для того, чтобы они, понятно, были квалифицированы, грамотными, шагали в ногу со временем. Все-таки вот такой ранний возраст, год, полтора года, не рано ли детям уже заниматься? Нет, нет. Наши родители очень сейчас активные. И уже понятия, что дети должны идти с трехлетнего возраста, уже такого нет. Сейчас по возможности, как я уже и сказала, дети идут более раннего возраста. Если у нас в Московском районе, дети идут уже даже с полутора лет. Ясельные группы есть, создаются при открытии новых детских садов. Сейчас особо такая, наверное, немножечко напряженная ситуация у нас складывается в Калининском и в Ленинском районе, которые дети двух с половиной лет еще у нас находятся в очереди на получение мест в детские сады. Вот затронули родителей. И вот как вообще родители-то отнеслись к созданию консультационных центров? Как они на них реагируют? Родители, они очень активные участники у нас образовательного процесса. Поэтому мы и говорим, что образование, оно у нас, качество образования строится на сотрудничестве с семьями, с родителями. Они у нас являются активными участниками во всех массовых мероприятиях, во всех мероприятиях жизни детского сада. И поэтому вот эти консультационные пункты, которые существуют при детских садах, для них это очень удобно, потому что мы понимаем, что ребенок уже с полутора лет хочет общаться, у него потребность к общению. И поэтому вот эти пункты, они позволяют детям общаться со своими сверстниками, и потом у них просто проходит и лучше адаптация, и они уже с удовольствием идут в детские сады. А планируется ли создание консультационных центров в других детских садах, вот помимо вот этих двух? Да, мы планируем создание консультационных центров еще на базе пяти детских садов. Мы понимаем, что для этого нужны, конечно же, условия. Поэтому мы эти условия создаем, и они уже созданы в новых детских садах. И вот во всех районах города у нас будут открыты эти площадки. Давайте немножко поговорим вообще о системе дошкольного образования. Хотелось бы услышать про повышение квалификации педагогов. Участвуют ли педагоги детских садов в конкурсах разного уровня? Какие достижения у нас в этом плане? В общем, вообще, как обстоят дела? Мы знаем, что в соответствии с законом об образовании Российской Федерации, дошкольное образование является первой ступенью общего образования. И в связи с этим, конечно же, у нас повышается требование к качеству образования. И мы говорим о том, что в системе дошкольного образования города работают около трех тысяч педагогов. И руководство города сейчас одно из приоритетных направлений и ставит нам задачу, чтобы мы повышали уровень своих педагогов. Мы знаем, что кадры решают все. И если не будет грамотных, квалифицированных педагогов, то не будет и качественного образования. И поэтому вот одна из главных задач сейчас перед нами ставится Алексеем Олеговичем о том, чтобы мы повышали уровень своих педагогов. Никому не секрет, что сейчас, к сожалению, педагоги приходят, но не с таким особо высоким, наверное, уровнем знаний, которое бы требовалось от них. И поэтому, чтобы молодой специалист, придя в стены дошкольного образования, стал специалистом большой буквы, конечно, для этого надо время. И нужна именно вот та база, которую мы сейчас создаем, для того, чтобы он мог обучаться, повышать свой уровень знаний. И для этого, конечно, должна быть мотивация. И очень отрадно, что за последние три года у нас динамика улучшается. По молодым специалистам в наши ряды поступают педагоги, и они остаются работать. И как раз вот та поддержка, социальная поддержка со стороны руководства города, о том, что мы говорим, тысячу рублей педагогам ежемесячно выдается к окладу, и 50% к окладу. Это и есть та поддержка, что позволяет педагогам на сегодняшний день остаться в стенах детского сада и работать с удовольствием на благо наших деток. Вот как раз затронули, но, пожалуй, самый важный вопрос для педагогов – это зарплата. Ходили слухи, что у педагогов немножко снимаются надбавки, урезаются часы. И вот по каким схемам рассчитывает зарплата, и как сейчас обстоят дела с зарплатой именно педагогов? – Зарплата у нас на уровне уже прошлого года. Средняя остается по городу 18 473 рубля. Мы считаем, это неплохая зарплата, но помимо этого есть у нас и критерии оценочные, в соответствии с чем. Потом каждый педагог получает баллы, и это идет, конечно же, прибавка к его зарплате. Критерии оценки, из чего она складывается? Она складывается как раз из результативности от работы самого педагога. Сейчас у нас действует эффективный контракт, в котором тоже прописано все подробно, за что стимулируется педагог, за что он вообще получает свою заработную плату. И каждый педагог, он знает, что это очень ответственно. Не просто пришел в детский сад, часы прошли, проработали, он ушел. Но он понимает, что он должен отработать и ребенку заложить ту базу знаний, которая бы ему пригодилась уже в дальнейшей жизни. Давайте поговорим еще про квалификацию педагогов. Какого уровня работают педагоги в дошкольных учреждениях сейчас? В учреждениях города Чебоксара трудится около 3000 педагогов. Из них 70% имеют высшее образование. И 60% имеют первую и высшую квалификационную категорию. За последнее время дошкольное образование вообще сделал рывок стремительный в направлении именно качества. Никогда вообще я не помню за свое время работы, чтобы наши педагоги города выезжали за пределы республики. Сейчас у нас только в прошлом году за пределы города Чебоксара выехали около 1000 педагогов для повышения квалификации. Это в город Москва, Питер, Ульяновск, Казань. Федеральные эксперты сейчас приезжают к нам. Два руководителя детских сада, это номер 7 и 130, являются федеральными экспертами Российской Федерации. В общем-то, прорыв большой в дошкольном образовании. Мы надеемся, что мы на этой планке не будем останавливаться и планку у себя ставим все выше. И благодаря такой, наверное, команде, как у нас сейчас есть в нашем городе, нам любые преграды не помеха. Елена Трофимовна, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, сегодня мы общались с замначальником управления образования администрации города Чебоксара Еленой Сахаровой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова